Добрый день, дорогие друзья! На связи Лек Антонов. Мы снова в эфире. Хочу вам показать, как-то упустил я эту возможность показать, как наносится первый слой под венец. То есть мы его загрунтовали стенку, тупо обеспечанили. Что важно, убрали мы такие заплесочки, как мы говорим, или молечки, там может быть песочек или еще какое-то инородное тело. Мы все это убрали, чтобы нам ничего не мешало. И наносим материал. Материал мы наносим каким образом? Вот как есть, как кто-то в основании делал, как масло на хлеб. Вот где-то это сродни. Представьте, что вот это нож, да, у нас сокол. А стена это у нас, так сказать, бутерброд. Ну а наша модельная масса, в частности, это я забыл показать, это у нас синишная шпаклевка яркомовская. То есть мы туда добавили немножко клея ПВА, добавили немного воды, где-то в соотношении на, ну у нас 15 килограмм, где-то пол, наверное, пол литра клея и пол литра водички. И универсальный краситель. Все и получили такую, можно назвать даже аля олю венеца, так сказать. И такое известковое тесто. Венецианка. То есть, вплоть до того, что этот материал он делается на основе мраморной пудры, мраморной муки. То есть это смело можно назвать, так сказать, жидкий мрамор. С нее можно делать очень интересные византийские, так сказать, мотивы. Сейчас, ну так, особо рисунок понятно, что идет сначала у нас как, как мы называем, надриотическая штукатурка по возможности. То есть это вот, как я уже говорил, да, как будто бы волна накатывается на песок и получается вот такие вот бриз такой. Или такие следы, когда волна оставляет на песке. Ну вот, что-то наподобие здесь остается. На стене такой, как я сказал, андритийская штукатурка. То есть избегаем, да, вот таких вот движений прямых. То есть это не без песчанка. Потому что так у вас такие полоски останутся и на венец. То есть все-таки стараемся наносить в технике андритийская штукатурка. А именно, то есть, вот получается, набежала волна с этой стороны, набежала с этой, набежала с этой. Я еще сравнивал это с бутоном, с такой розы. Тоже, когда вот бутон, лепестки накладываются один на другой. Вот где-то тоже сродни андритийскую штукатурку с такой техникой. Так, значит, материал мы нанесем. Мы дадим ему немножко... О, будет так. Пока мы сделаем эту стенку, уже часть будет уже готова вот, так сказать, нашу дальнейшую отделку. Будет такой небольшой приемчик, который мы практикуем при нанесении первого слоя. Ну и потом покажу вам еще один. Второй слой мы наносили этим шпателем. Я вам покажу, да, тик-так. А я вам сегодня покажу, как можно носить с швейцарским соколом второй слой по Венеции. Уже довольно интересно. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сейчас я попробую вам показать. Наверное, будет так лучше видно. Вот так получается. Такие вот напульчики. Видно, да? Вот так. В таком виде. Потом что мы делаем? Получается, когда стена заберет немножко влаги, вот сейчас еще вверх там сделаем, и мы еще раз вернемся к нашей подложке. Ну что, продолжим наш разговор. Мы просто дали нашей стеночке время. Так. И возвращаемся обратно. Взяли немножко материала, если это необходимо, да, если уже немножко где-то местами уже она подхватилась. Все, значит, мы взяли еще немножко материал на шпатель и проходим тонким слоем по нашей вот еще такой полуподсохшей подложке. Значит, почему я, будем говорить, практикую на подложку именно финишные шпаклевки, а не беру, например, Венецию в чистом виде. Вот. Ну, первое, это, конечно, цена. Если взять расход на первый слой, то это где-то, ну, как минимум, это полкило. Вот. А в нашем случае тут весь килограмм, потому что сетка просматривается, и вот представьте, если бы я ее накрывал бы Венецией, сколько мне нужно было слоев. Уже упомянул, да, так получается, расход у нас меньше. В Венеции даже себестоимость, вот так, наверное, точнее, себестоимость квадратного метра уменьшается, потому что финишная шпаклевка, она дешевле, чем Венецию в раз, наверное, так, ну, в три как минимум. Вот. Ну, в моем случае, а в вашем, может, там, быть и еще, да, ну, еще разница будет существенная. Вот. Что еще? Добавляем клемм ПВА для того, чтобы ее укрепить, то есть мы-то же ее не шлифуем, не шкурим, поэтому технолог, который задабатывал, да, финишные шпаклевки, он рассчитывал, что вот она должна быть такая, не сильно крепкая. Вот. Ну, в нашем случае Венеция очень крепкий материал, привлекает достаточно. Вот. Если мы положим такую на более слабую основу, ну, будут небольшие проблемы. Вот. А так как мы ее, будем сказать, не то, что укрепили, а модернизировали, да, под свой, под свои нужды, эту финишку, вот она будет нам как раз покрепиться. То, что книжка пишет. То есть что здесь мы на этом слое? Ну, практически, да, уже у нас не видно этих волн, которые мы оставляли. То есть те волны, они будут читаться чуть-чуть на Венеции, или под Венеции, как точнее, да, рисунок тоже будет читаться. То есть она не так сильно, если бы мы их оставили. То есть если вы видели римскую штукатурку, то мы там оставляли четко, видите, андричийскую штукатурку с такими... Например, наплывчиками, да, и потом уже накрывали. Другой материал там идет с терракотовыми вкраплениями, поэтому мы могли себе такую роскошь позволить. Здесь получается у нас тонкий слой, ну вот, поэтому делать такой Марселли, такую андричийскую штукатурку, но не с руки. Нужно много материала, чтобы это все выровнять. Поэтому мы, не дожидаясь, да, пока материал полностью высохнет, мы вложим второй слой, вот, наверх. То есть мы и сетку перекрываем нашу и убираем вот такие грубые русты, да, чтобы не казалось, что венец, а на ощупь будет такая, как будто играть. Такого здесь не будет происходить. Ну и следим за тем, чтобы движения тоже наши были наподобие, там, как андричийская штукатурка рисовала. Итак, что я обещал? Показать, как наносим мы вот этим шпателем. Значит, что мы сделаем? Мы взяли немного материала и положили, вот так, положили, сняли, положили, сняли, положили, сняли, положили, сняли. Вот еще один момент, да? То есть мы ложим, например, за часовой стрелкой, снимаем против часовой. Ложим за часовой или против часовой ложим, снимаем за часовой. Положили, сняли. В одну сторону положили, другую сняли. Положили, сняли. То есть по этой схеме в принципе можно ложить и венециан. Никто вам не запрещает. А потом все, потом на полу подсыхание мы ее можете полирнуть. И вот шпатр, понятно, он должен быть все равно даже на этом. Если там где-то вот чуть соплистончик какой-то оставили, все снимется. Ну и опять-таки даже этим материалом, самой финишкой, уже если мы, например, захотим сделать венецию, тоже опять-таки жало будет сухое. И на полу подсыхание тоже там можно тряпочка, чтобы было. И ржик, ржик. И все, и у вас будет уже, конечно, огонь. То есть вы можете даже не пользоваться венецией, уже у вас будет такая атласная, как мы называем венецианка. То есть она такая полу глянцевая. Уже отражение есть. Я уже говорил, да, что саму венецию можно делать и с помощью водоэмульсионной краски. Вот если вы найдете эту водоэмульсионную краску, которая при полировке, неважно там на полу подсыхание или на сухую, она не будет чернить. Это может зависеть, конечно, и от шпателя, но в большей части от самой водоэмульсионной краски. То есть найдете эту водоэмульсионку, которая не чернит, и можете делать венецию смело. Используя технику, да, и инструмент по нанесению венецианской штукатурки. И еще один момент, что не обязательно, да, там для Венеции использовать именно венецианские шпателя, да, швейцарские соколы, лутеры, как их называют, мастерки. Можно использовать и традиционный, да, там тот же шпатель по гипсокартону, мы его называем, там, ласточку. То есть я уже вам показал, да, вот эти движения положили, сняли, положили, сняли. Если вы вот такими вот движениями сделаете первый слой, да, он высох, потом сделаете второй слой, тоже он высохнет, то у вас будет все шансы сделать, да, классическую венецию, даже водоэмульсионные краски. Почему вот я говорил, что важно пользоваться, кроме водоэмульсионки и финишными шпаклевками? Водоэмульсионка у нее нет, конечно, такой укрывистости, да, как у шпаклевки. Водоэмульсионку... Ну, здесь, опять-таки, сетка, да, у нас была, тоже бывают там и все, там такая выготовка идеальная. Ну, и второй момент, что... На первые слоя, возможно, вам понадобятся и именно акриловые шпаклевки, в том плане, чтобы вытянуть вот эту... На дреатическую штукатурочку, которая дает вот прожилки. Ну, а вот потом же можете в эту же акриловую шпаклевку, кроме как я добавлял клей ПВА, вы можете добавлять и водоэмульсионку. Вот уже воды можно не добавлять. А вот сколько у меня получилось, пол-литра воды, пол-литра ПВА, клея, вы можете литр, там, на 15 килограмм, литр дать водоэмульсионке. Можете больше, это уже как вы посчитаете нужно. Все зависит от того, что будет больше водоэмульсионки, значит, она будет более прозрачная, более пластичная. Второй момент, что сама Венеция, да, это вот называют ее там венецианской штукатуркой, но это больше как краска. То есть штукатурка, там же не присутствует кварц, да, песок. То есть это больше как известковое тесто, да, то есть это больше шпаклевки, вот, или краски.